Дорогие коллеги, добрый день, добрый вечер, потому что в Владивостоке уже вечер, а где-то день. Мы продолжаем наш проект Zoom-музеум, который мы начали на карантине для того, чтобы объединить музеи Дальнего Востока, но к нам подключились и другие регионы. В этом месяце, в июле, у нас проходят кураторские дебаты, которые посвящены основным ключевым вопросам проектирования музейной экспозиции. Правила в этом месяце у нас меняются. Вы записываете, уважаемые слушатели, вы записываете свои вопросы в чат, этот чат сохранится. Мы потом попросим спикеров ответить на эти вопросы. В письменном виде я их разошлю всем слушателям вебинаров. Но у вас будет очень важная функция. В конце 202 раундов этих дебатов мы запустим голосование, где нужно будет быстро выбрать ту или иную позицию. Сегодня первая сессия, и я передаю слово Леониду Юрьевичу Купылову, который модератор этих дебатов в первой сессии. Спасибо, Аня. Добрый вечер Дальнему Востоку. Добрый день москвичам и другим людям, которые здесь участвуют в этих дебатах. Сегодня действительно речь пойдет о проектировании музейной экспозиции. Надо сказать, что алгоритм такого проектирования описан в учебниках по музеологии, хорошо знаком. Но на деле каждый успешно работающий проектировщик опирается на собственную систему ориентированных. Для того, чтобы разобраться, как работают эти опытные проектировщики, мы выбрали несколько доминант-процессов проектирования, загруппировали их в такие оппозиции, даже нашли людей, которые готовы отстаивать эти позиции в столкновении, в споре с оппонентом. Как мы будем действовать? У нас есть очень жесткий регламент. Сначала участники обосновят свою позицию, на это у них будет 6 минут. Потом по одному вопросу каждому участнику дебата задам я. Потом каждый из спорящих сможет задать вопросы друг к другу. Ну и в конце наши дебатеры получат еще 4 минуты для заключительной речи. Аня справедливо сказала, что зрители дебатов смогут проголосовать за ту или иную позицию в самом конце дебатов и задать вопросы в чате, на которые наши дебатеры ответят уже через какое-то время после того, как эти самые дебаты завершили. Сегодня у нас впереди два раунда. В первом раунде выступит Андрей Рымарь, изобретаем заново, и Александра Селиванова, которые будут отстаивать позицию «Конструируем из известных». Начнем мы с короткого представления этих двух пока участников. И в этом представлении мы предложили им ответить на три вопроса. Какой была самая большая удача в их деятельности, каким было самое большое поражение. И как бы они описали тот опыт, тот бэкграунд, который сформировал их как музейных проектировщиков. Ну, мы начнем с жеребьевки, чтобы было все абсолютно често. Поэтому Андрей, добрый день. Добрый. Александра, добрый день. Саша, выбирайте. Я тренировался с монеткой, но у меня не получится. У меня по полу здесь рассыпаны монеты. Сегодня я пытался это делать красиво. Поэтому я просто так вот потрясу монету. Саша, выбирайте «Орел» или «Орежка». Ну, Андрей смирится. «Орел» начинает Александра Селиванова. Саша, представляйтесь, у вас три минуты. Добрый день. Я так понимаю, что об образовании бэкграунде это отдельный будет вопрос, да? Все три вопроса на ваше усмотрение. Как считаете нужным? Три минуты пошли. Окей. Я по образованию архитектора и историк архитектуры. Но с десятого класса я работаю в музее. Работала в музее Булгакова. И, собственно, с этим связано мое самое большое поражение. Потому что после 13 лет работы в музее мне не удалось создать постоянную экспозицию. Пришлось из музея уйти. Но, тем не менее, это был совершенно огромный, невероятный опыт. Множество выставок и самых разных проектов, которые удалось на этой площадке с 1998 года по 13-й реализовать. С другой стороны, с этим связана самая большая удача. Потому что, идя из музея Булгакова, мне удалось сформировать свою собственную культурную институцию. Это центр авангарда, которая со временем приобрела относительную независимость и стала такой экспериментальной площадкой, на которой я могу пробовать самые разные музейные и выставочные проекты. Хотя она и находится внутри выставочной институции объединения и выставочных залов Москвы. Тем не менее, обладает определенной автономией и правом на научный и экспозиционный эксперимент, чем я последние годы активно пользуюсь. Наверное, это самая большая удача. Ну, наверное, все. Я думал, что вы расскажете о проектных удачах или неудачах. Ну, это напрямую проектная неудача. Это нереализованная концепция музея Булгакова, которая проиграла в конкурсе. Хорошо, проектная удача – это, наверное, экспозиционный проект создания центра авангарда, музея авангарда на Шабуловке путем объединения усилий местных жителей и моих собственных знаний. Они связаны с историей архитектуры авангарда, получение гранта на реализацию этого проекта и существование в итоге этого музея, в котором даже имеет некие перспективы стать некой моделью для создания подобных небольших локальных музеев, посвященных локальной идентичности и центром самоидентификации и гордости местных жителей. Потому что к нам уже обращались другие районы. И в какой-то степени недавно открывшийся музей Беляева в Москве тоже опирался на наш опыт. В общем, я считаю, что это удача. Спасибо. Три минуты ваши истекли. Андрей, держишь вопросы? Да, я расскажу просто историю, как я пришел в музей, и она будет ответом на все три вопроса. Я в 2011 году оказался в Самарском литературном музее, и было это так, что я был вообще филолог, я преподавал разные филологические дисциплины, и, как многие филологи, писал в разные издания о культуре. Вот я прокопал практически всю сферу культуры Самарской области, театры от него устал, занимался современным искусством, и каким-то образом случайно пришел, ну не случайно, а по заданию, пришел на лекцию одного из кураторов Музея Европейского Средиземноморья Фрэнсиса Конта, вот, от которой ничего в общем не ждал, нужно было заметку на полтора тысячи знаков, и там я вдруг услышал, что музей, это оказывается, может быть, не про вещи, а про устройство сознания, не про достижение науки, а про сомнения и уверенность, лежащие в их, в основе этого научного знания, и, в общем, каким-то образом, я забыл, что я пришел как журналист, я просто обнаружил себя рядом с этим человеком, говорящим ему что-то странное, типа, а вас кто-то возил в музей, давайте я вас повожу, там, расскажите, как вообще вы реально это все собираетесь делать, и действительно, каким-то образом я его повел по местным музеям, он что-то рассказывал, мне, в принципе, не, как бы, не очень-то впечатлило то, что он говорил, но после этого каким-то образом, то есть само все произошло, я пересмотрел свою журналистскую деятельность, я от современного искусства переключился на музей как таковой, вот начал, значит, их учить жить и объяснять им, что музей должен быть музеем сознания, и через какое-то время меня позвала Людмила Михайловна Савченко, директор литературы музея, сказал, Андрей, ну ты филолог, кандидат наук, хватит уже людей мучить и учить их жить, давай поделаем что-нибудь, да, и как-то так получилось, что, опять же, очень отчетливо вдруг увиделось, что-то, да, через два месяца моего там появления в этом музее мы подавали на гранд-фонда Потанина о том, как вернуть в литературный музей литературу, вот, через два года после этого я искал художника на новую, как мне казалось, там, концепцию экспозиции о Максиме Горьком, опять же, о том, как он устроен изнутри, как писатель, и вот позвала каким-то образом, она согласилась, присутствующая здесь Ксения Филатова, вот, потом и с которой мы стали этим музейным бюро РКФ, еще через год мы делали поставленную экспозицию в музее находки, о том, как большая история складывается из личных историй, еще через год мы развивали музейный комплекс Дом Петра Первого в Дербенте, о том, как не рассказывать про Петра Первого, а скорее помогать людям здесь и сейчас быть этим Петром Первым, еще через несколько месяцев мы делали выставку в музее Виктории Альберта в Лондоне о наследии Дагестана, и это все, в принципе, было каким-то очень странным стечением обстоятельств, одной большой дачей, которая заключается в том, что то, что ты делаешь, каким-то очень глубоким способом соответствует тому, что ты внутри действительно хочешь. Вот. Можно мы остановимся на этом, потому что ищем пальцовое время будет? Отлично. Или скажите фразу какую-нибудь? Что? Или какую-то фразу скажешь в конце? Ну, я могу только сказать, что про неудачу я вот не могу так конкретно назвать, но просто неудача заключается в том, что когда находится или в тебе, или в твоей команде, поскольку музей — это какая-то борьба с материальным все время, тот, кто не готов идти до конца и как бы воплощать вот это вот то, что изначально придумано, и оно так и остается мыслей, да, то есть от чего я уходил в филологической сфере. Спасибо. И это, в принципе, сплошь и рядом бывает, то есть их не перечислить даже. Вот мы познакомились с участниками, и теперь мы переходим к непосредственной схватке и к спору. Ну, поскольку предоставляться начинался с Селиванова, мы сейчас начнем с Андрея Рымаря. И Андрей, у тебя есть 6 минут для того, чтобы поснимать позицию. Окей. Это называется «Изобретаем заново». Ну, первое, что я должен сказать, что, конечно, важны границы рассмотрения явлений. Если мы говорим о том, что в целом происходит в культуре, или там еще хуже того в истории мировой культуры, то трудно очень претендовать на то, что кто-то где-то, в принципе, что-то изобретает заново. Скорее, действительно, комбинируют из известного. Но нам не важна ситуация, что в принципе есть в культуре. Нам важна ситуация, что мы выбираем делать прямо сейчас, и что мы делаем именно в сфере музея. То есть под каким лозунгом мы хотим идти и куда мы хотим идти. И здесь, на мой взгляд, музей, конечно, категорически нуждается в чем-то новом, в двух аспектах. Новое может быть – это новые задачи и, собственно, новые методы. Вот пример новых задач – это вот та дискуссия по поводу нового определения музея, с которым вышел ИКОМ, о том, что музей должен быть не просто институцией, хранящей вещи, а площадкой для диалога о прошлом, настоящем и будущем. Естественно, ИКОМ не первый сформулировал эту задачу. Но, тем не менее, для музея это какой-то горизонт нового, который мы принимаем или не принимаем. Или то, о чем я говорил во вступлении. То есть я, когда пришел в литературный музей самарский, у меня была довольно отчетливая мысль, что я хочу, я почему-то чувствую, что это важно, чтобы в литературном музее как-то появилась литература как предмет модификации, художественный мир, как предмет изображения и даже больше как инструмент, которым посетитель может пользоваться, чтобы что-то о собственной жизни понимать. Опять же, можно, конечно, где-то как-то поискать еще какие-то прецеденты и сказать, Андрей, да, это уже делали в XIX веке Иванов, Петров и Сидоров, да, но здесь важно, что в моей ситуации для меня, для моего музея, это действительно как бы изобретение заново, да, то есть движение вперед. Естественно, учитывая там весь опыт, который существует, дальше мы плавно переходим к методикам. Естественно, когда мы, например, берем эту задачу показывать, музеифицировать художественный мир, мы начинаем действительно тащить методики из других сфер культуры, из иммерсивного театра, из современного искусства, еще откуда бы то ни было. Но в итоге это действительно в нашем поле новое. Ну, еще один пример. Вот мы сейчас занимаемся экспозицией, посвященной XVII веку в музее Аланца, и мы, естественно, смотрели, ну, как вообще XVII век показывает, и думали, можем ли мы перенести наш опыт, который мы реализовали в музее находки, опыт экспозиции, основанный на личных историях, на вот этот странный материал XVII века. Это новая в смысле задачи и в смысле как бы локального контекста. Второе – методики. Мы смотрели, ну и как там музей вообще показывает XVII век, как общаются с посетителями, и видим, что все играют с антуражем, все заряжают пушки, примеряют костюмы стрельцов, ну и, в общем, занимаются каким-то маскарадом. И, соответственно, у нас возникла мысль, а можем ли мы, например, человеку предложить, примерить на себя не костюм, а те выборы, которые человек должен был сделать. Пойти на войну или дезертировать, записаться в горожане или убежать. Да, и мы предложили, который возник именно потому, что у нас была задача, ну как бы раздвинуть эти границы. И, ну, наконец, самое главное, что мне кажется, да, мы сейчас видим, что, что вообще является передним краем культуры и вообще развития общества. Ну, моя гипотеза такая, что общество движется в сторону все большего и большей, как бы, самоорганизации. Недаром это все называется эпохой социальных сетей. И, соответственно, естественно, культура ищет какие инструменты, как этому соответствовать. И те институции, которые их находят, они оказываются теми, кто создает новое. И вот мы видим, что у музея огромный шанс действительно оказаться в авангарде, потому что у него, только у него есть возможность так глубоко сочетать объективное и субъективное. Само музейное пространство, это уже какая-то форма, где могут встречаться разные точки зрения, да, и туда входит человек со своей субъективностью, посетитель, и может как-то с этим всем взаимодействовать, да. То есть позиция и комовское, пространство для диалога, оно не зря придумано. И никакая другая сфера культуры в принципе этого в такой масштабе делать не может. Там театр, что ли, или что там, кино, это все слишком узкие и слишком дорогие вещи. И тут, опять же, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Дело не в том, как бы, как классифицировать, что мы делаем, и похвалить себя, сказать, вот мы такие новые, а в том, как бы, что мы выбираем. То есть выбираем ли мы стремиться на этот передний край, выбираем ли мы отвечать на этот запрос общества, хотим ли мы стать еще более междисциплинарными, синтетическими, хотим ли мы, как бы, найти и изобрести какие-то методики, которые позволят человеку, вот, не примерять костюм стрельца, а действительно вовлекаться в осмысление, вовлекаться в диалог. И, то есть, я рассматриваю позицию, вот эту вот, как бы, как я, за что я там голосую? Изобретаем заново. Не как какую-то классификацию, да, а как установку, как, ну, что ли, ориентир, который позволяет очень четко, ну, нас самих, нам самим объяснить, что мы и для чего мы, да, то есть, мы действительно хотим быть передним краем, хотим быть инструментом, через который общество создает какое-то новое содержание. Спасибо, спасибо, да, шесть минут прошло. Саша, шесть минут. Так, сейчас попробую. На самом деле, мне довольно сложно парировать, потому что получается, что у меня роль такая довольно консервативная, ретроградная в этой дискуссии, но на самом-то деле, мне кажется, что речь здесь идет скорее о том, какие методы мы, какие средства, инструментарии мы используем, потому что на самом деле, конструируя из известного, все равно мы получаем новое. Вот, поэтому, как бы, моя позиция, она в конечном итоге ведет к тому же новому, на самом-то деле. Другое дело как, и здесь, наверное, Андрей, как бы, можно предположить, что это скорее такая модернистская позиция, а у меня постмодернистская позиция, что довольно, конечно, смешно в контексте того, что в реальности я делаю. Но, как, изначально, как архитектор, я прошла некую такую школу подготовку в духе Гутновско-Глазачевского средового подхода, когда, как бы, внедрение во что-то со своим я крайне нежелательно, и, как бы, я воспитана в традиции, что вот это вот я нужно максимально убирать. И в случае с музейным проектированием, мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что проектирование музейное, оно именно связано с аранжировкой, аналитикой, и таким вот конструированием, которое максимально убирает субъектное, я имею в виду, не посетителя, то, о чем говорит Андрей, а субъектное, я имею в виду, проектировщика. Потому что музей это то место, где собирается и собрано огромное количество смыслов материального и нематериального наследия, которое требует интерпретации, но не переизобретения. И те средства, которые, как справедливо говорит Андрей, используются сейчас из других культурных сфер, как иммерсивный театр и современное искусство, это в какой-то степени насилие, как мне кажется, и в той же степени, как насилие это такой нарративный музей советского времени. То есть вот это вот жесткие формы интерпретации и показа музейных истории, музейных объектов, они, как мне кажется, насильственны. И в случае вот такой вот очень новой, условно говоря, подачи современной с использованием совершенно чуждого для музея инструментария, не всегда применимого, как мне кажется, как мы сейчас видим по реализованным проектам самым разным и отдельным, я думаю, что мы об этом поговорим. Также, как и насилие, когда посетителя в советском музее вели за руку и четко при помощи текстов и собранных комплексов рассказывали именно то, что он должен понять именно в той последовательности, которую он должен усвоить какой-то материал. На мой взгляд, вот это насилие там и там. Моя позиция, что существо музея, то, что в нем находится, оно настолько самодостаточно, что для него нужен именно тонкий аранжировщик, который реально в конце концов, конечно, получает новое, музея, но как бы без вот такого ярко выраженного насилия, как мне кажется. И собственно это и есть тот продукт, который чаще всего человек ожидает увидеть. То есть для него новое при посещении музея это столкновение с прошлым, это удивление от знакомства с историями, вещами, которых он не видел, никогда и не знал, но не вот это вот навязанное авторское, скажем так, позиции. Здесь, мне кажется, эта тема, наша сегодняшняя тема напрямую пересекается с еще одной темой, которая тоже будет в рамках этих дискуссий, это субъективное авторское начало и отстраненность, потому что я как раз голосовала за отстраненность как позицию музейного куратора, как мне кажется, более такую вот аккуратную. Изобретение нового, мне кажется, это сфера искусства, а не сфера деятельности художника в широком смысле, но не сфера деятельности музейного картировщика и куратора. Вот как-то так я, наверное, бы ответила. Вы призываете известным в вашем тезисе. Что я называю известным? Конструируя из известного, я имею в виду истории и смыслы, которые я собираю по-новому. Вот как-то так. То есть известный это сам музейный предмет, это история, вот, но при как бы работе с ним я как бы сочетаю их, соединяю их так, что рождается новый продукт, но я не переизобретаю что-то и не думаю, что в музейном проектирование корректно использовать радикально другие, другой инструментарий других, скажем так, областей искусств. Вот как-то, наверное, так срублирую. Спасибо. Время вышло. Спасибо, что смогли уложить свое сообщение в 6 минут. Теперь я прошу ответить на мои вопросы и давайте начнем с вопроса Андрея. Вообще в сообщении прозвучало, что конструируем, изобретаем заново, это почти совпадает с позицией конструируем из неизвестного музея. А я бы хотел по другим ракурсам посмотреть на это. Блок за год до смерти пишет знаменитая речь, которая называется «Назначение поэта». Он говорит о трех делах поэта. Первым делом он называет приобщение к родимому хаосу. Потом он говорит о внесении гармонии, а потом о воспитании гармонии и сердца. если посмотреть на вот этот тезис «Озобретаем заново», скажите, до какой степени вы должны приобщаться, считаете ли вы это необходимо, приобщаться к этому самому хаосу, до какой степени вы готовы расчистить строительную площадку для созидания нового? Четыре минуты. Тут, по-моему, вообще-то две вещи спорные. смешиваются, приобщиться к хаосу это не все разрушить и порушить. Это как как раз увидеть просто понятно. И в этом смысле я-то вообще начинал там с любви к Лотману и структуралистам. и мне кажется это до сих пор ну как бы то, что они там прикладывают к стихам и огромное количество связей, которые ты не можешь увидеть, не можешь представить, что человек об этом думал, когда он писал стихотворение, но они их там обнаруживают. Что-то подобное к чему-то такому мы движемся как бы в экспозиции. То есть что это, конечно, хаос, но хаос просто за счет огромного количества связей. И новое оно все-таки в этом смысле не как бы не не только, что мы просто взяли и из соцсетей какую-то технологию перенесли, которую музей не знает. Скорее все-таки это ну вообще про методики, про способ и тут я очень респектую тому, что говорит Саша, способ глубже понять и артикулировать те смыслы, которые уже есть. И мы, собственно, всегда, когда что-то делаем, мы следуем, опять же, архитекторами придуманному завету, не проектируй, пока не поймешь. Да, то есть чем дальше, тем больше времени тратим на исследование темы, на то, чтобы просто увидеть эти связи, которые там есть. А когда ты их видишь, они автоматически тянут за собой какие-то методики. И там есть методологический момент хаоса, то есть когда ты отказываешься от каких-то уже известных инструментов, отказываешься дум, мыслить, там, я не знаю, вот у нас пять витрин, мы по ним все разложим. Отказываешься вообще понимать, что такое витрина. Вот. И есть содержательный момент хаоса в том смысле, что ты пытаешься выйти вот к этому, ну, как бы количеству связей, приближающемуся к количеству связей, которые есть в стихотворении. И, соответственно, ищешь какие-то, ну, ну, все. Не знаю, про то ли я сказал, что имелось в виду в вопросе, но про что ты сказал. Как, ваши ответы, ваши правы. Саша, я хотел задать вопрос. Мне кажется, что вы, когда вы так четко определили для себя, что такое известное, острота как-то ушла из нашей дискуссии. Тем не менее, я хочу ее вернуть. И когда я говорил про известное, я думал, что вы будете говорить о каких-то способах приемах, которые существуют для того, чтобы раскрывать известное в вашем понимании, то есть предметы, истории и прочее, прочее. В этом смысле это для меня волнующий вопрос, потому что я всегда хочу понять, насколько мы вот этими самыми известными приемами распаковка это, насколько мы ориентируемся в этом самом известном. И насколько человек неопытный может соревноваться с вами людьми более опытными и, значит, более насмотренными знакомыми с большим количеством способов распаковывать предметы и истории. Мой вопрос заключается в том, действительно, качество вот этого конструирования определяется лишь количеством известных проектировщиков музейных приемов. Четыре минуты. Сейчас попробую ответить. Ну, наверное, да, мне нужно уточнить, что там я действительно недостаточно, наверное, четко артикулировала, что, да, я говорю о том, что я не очень люблю в своей практике использовать вот, какие-то приемы распаковывания, да, смыслов из каких-то других областей и жанров искусства и действительно пользуюсь довольно ортодоксальными приемами, но тем не менее я смею предположить, что выставки, которые мы делали последние годы, они тем не менее не выглядели консервативно, скажем так, поэтому моя гипотеза, что пользуясь довольно традиционными средствами показа, как бы не изобретая по сути ничего нового, тем не менее можно дать очень как бы живой и свежий и острый результат получить. И здесь мне кажется, что это в первую очередь связано именно с аналитической интеллектуальной работой, ну, в частности, как бы, я не знаю, наверное, имеет смысл привести примеры, что когда делается выставка, посвященная определенному художественному явлению, да, мне, например, очень важно показать контекст этого явления, и поэтому на наших выставках мы всегда привлекаем огромное количество политического, исторического, всякого разного другого материала, который обычно, ну, как бы, не попадает в фокус внимания кураторов, да, и как бы, мне кажется, что вот вовлечение неожиданных экспонатов, неожиданных историй, неожиданного контекста, включение микроисторий, большие какие-то нарративы. Я понял, вы сделали, рассказали вот об этом самом приве, берете и как-то неожиданно сталкиваете, монтируете какие-то вот этот прием известен, конечно, вы называете, мы берем этот прием, потому что мы его знаем, он работает, да, вы определяете, что это сработает. Этот прием сработает, а в другом случае сработает другой прием, тогда. Я сейчас не случайно все время вас хочу, я хочу понять вашу позицию с точки зрения там, действительно, для того, чтобы выбирать те или иные приемы, которые вы посчитаете удачными или успешными, нужна очень значительная насмотренность, потому что вы отрицаете позицию, мы ничего не изобретаем, мы берем из того, что сделано. Действительно, это зависит от того, насколько вы эрудированы в музейном мире. я как проектировщик имеется ввиду, да? Как вы как проектировщик? Я... В прямой зависимости или нет? На мой взгляд, нет. Вы знаете способов и приемов, тем удачнее вы будете выбирать в своей работе. На мой взгляд, нет, потому что я себя не считаю эрудированным в плане музейного проектирования, да, то есть я пришла совершенно извне и как бы не обладаю таким масштабом и кроме не имею специального музейного образования, да, поэтому... Не зависит. Не зависит. Зависит от... Тогда скажите мне, как рождаются эти приемы? Вы в этом случае их действительно тогда для себя изобретаете? Вот поймите мой вопрос. Я не знаю этот прием, но мне кажется, что это будет остро. тогда вы его изобретаете. Или вы говорите, я хочу здесь что-то острое, и я знаю 50 приемов, как сделать это острым. Из них я буду выбирать. Как вы действуете? Я хочу понять и хочу представить, каким образом вот те люди, которые нас слушают, как им действовать в этом случае. Скажем так. Это самый успех. Выставка успешно. В чем секрет? Ну, честно скажу, я не знаю 50 приемов. Я знаю как бы один или два. Я знаю, что они работают. Я подхожу просто к созданию выставки, как научному исследованию. И просто так, как я обладаю художественным и дизайнерским образованием, плюс научным каким-то бэкграундом, то я просто это соединяю. Мне это трудно как-то отделить. Я понимаю, что, чтобы рассказать историю человеку, будь то научная даже публикация, мне нужно дать ему язык эпохи, мне нужно его погрузить в среду, мне нужно ему рассказать интересные истории. Я так делаю и в своих научных статьях и книжках, я так делаю на выставках. То есть это тот язык, которым я владею. Я не знаю другого. Поэтому, наверное, как-то так. Понятно. Очень понятно. Время моих вопросов закончилось. Теперь, что по это время вопросы не потёров друг друга. Андрей? Опять я первый. Вроде мы же чередуемся. Андрей не хочет меня спрашивать ни о чём. Нет, я готов. У меня есть. Я слишком туманно отвечаю. Так, да. Не будем скурить с ведущим, будем действовать. Хорошо. У меня вот тоже вопрос про начитанность и про интерпретацию, но с другой стороны. Дело вот в чём. Я уже не раз сталкивался с этими ситуациями, когда товарищи, так сказать, по цеху выходят с выставки, не знаю, в Третьей Ковке или где-то ещё. Какая потрясающая выставка, господи, просто невероятно. Там эскиз Родченко сделан левой задней ногой. Да мы его не видели 50 лет. Ребят, вы вообще где увидели выставку? Там просто были развешаны по стенам вещи. Это Родченко сделал этот эскиз. соответственно, он, наверное, хороший. Ну, как бы заслуга музейщика в чём? Что он организационно как бы... То есть, нет, он ещё расположил вещи по, как вы говорите, так, чтобы они генерировали смыслы. Так вот, мой вопрос о том, насколько это элитийская история. То есть, грубо говоря, вот не кажется ли вам, что ну, как бы делая акцент на вот эти вот... Мы просто располагаем вещи, они создают смыслы, у нас есть научные работы, вы просто ограничиваете круг людей, которым это понятно. То есть, восторг от этого... Как бы нет ли вероятности, что в восторг от этого придут только люди, которые так уже знают материал и так уже читали ваши научные работы? Вот. И просто не возникает ли тут пренебрежение ну, как бы человеком, которому нужно показать эти контексты, нужно создать какую-то дополнительную методологию, чтобы он, ну, грубо говоря, почувствовал все то нематериальное, которое уже у вас есть в голове, которое вы считываете за разложенными в музее предметами и как бы тем самым получаете удовольствие, наслаждаетесь игрой смыслов, но эта игра происходит у вас внутри, а не на самом деле не в пространстве музея. Я не знаю, понятен ли вопрос, я бы переспросил. Речь идет о зрителе, насколько зритель этот самый конструкт считывает? Да. Саша, 4 минуты на... Да, я поняла вопрос. Андрей, мне кажется, что здесь я как бы постоянно сталкиваюсь с ситуацией смешения, вот именно, да, восторга от того, что ты видишь суперредкий экспонат и восторга от выставки как выставки, да, и это как бы часто перепутываются, да, наши оценки выставки обычно часто бывают не связаны с работой собственно куратора, и мы такие примеры наблюдаем, но мне кажется, что как бы то, как работаю я и мои коллеги, мы стараемся изначально как бы дать тему, которая, ну, как бы это не выставка про кого-то, к примеру, да, а это какая-то сразу неожиданная постановка вопроса, или ожиданная, но ни разу не сделана, ну, вот я перечислю там, не знаю, авангард и авиация, или там, советская античность, или сюрреализм в стране большевиков, то есть это тема, которая, во-первых, большому количеству людей может быть интересна, да, потому что это некое заявление, может быть даже некая провокация, как в случае с сюрреализмом это было, да, а дальше мы это рассказываем, мы рассказываем это, да, при помощи вполне традиционных средств, то есть вот, живопись, вот графика, вот мультимедиа, это как-то тематически разделено, вот, но так как сама тема нова, да, и я стараюсь всегда именно брать междисциплинарные и какие-то вот такие общекультурологические вопросы, да, как в случае с авиацией, куда я могла вместить и историю техники, и пропаганду, и какие-то политические истории, и очень много искусства разного совершенно философии, что сама тема мне позволяет вытворять всякие разные фокусы, не прибегая к каким-то не изобретать нового, потому что как бы я его именно конструирую так, если я смогла ответить. Да, поймусь. Саша, ваш вопрос, Андрей. Так, хорошо, у меня он был сейчас записан, ну, я отчасти это как бы уже высказала, что про удивление, да, которое ожидает посетитель от музея, может быть, я не права, как бы действительно посетитель бывает очень разный, но такой консервативный, традиционный посетитель, он приходит в музей именно удивиться неожиданной картине или какому-то объекту, ну, что-то такое. Вот, насколько, вот, как вы считаете, насколько действительно актуален этот запрос на вот это изобретение нового, когда человек приходит в традиционный музей, насколько это изобретенное новое не заслоняет вот эти ожидания посетителя именно от непосредственного знакомства с объектом, ради которого он туда пришел. Это, мой вопрос, скорее имеет отношение не к выставкам, это важно, а к постоянным экспозициям. И к нему прицепом еще один вопрос, просто безоценочно, насколько соответствуют вашему представлению об изобретении нового такие проекты, как хранить вечно в Петербурге в Манеже проект, бывший несколько лет назад, и вот недавно выставка Плесецкая в галерее на Солянке, если вы ее видели, вот насколько это то самое, что вы имеете в виду под изобретением нового. Есть один вопрос? Да, понятен. Ну, сразу скажу, что про Плесецкую не видел, вот, про хранить вечно, ну, мне кажется, это не очень удачный кейс изобретения нового. И в каком-то смысле, может быть, там претензия на новое, как бы, собственно, заменяет собой само как бы устройство, реальное новое. Но я лучше вот про то, с чего вы начинали. Тут, правда, очень много вещей смешивается, то есть посетитель приходит с запросом там познакомиться с объектом. Наверное, применительно к художественному музею это актуально, посетитель, который приходит в Краеведческий музей, с чем он там хочет познакомиться. То есть мне кажется, что как раз-таки он приходит ну, как бы пережить какую-то историю, так или иначе. Он не хочет просто посмотреть на, я не знаю, плуг, средневековый плуг, да, он хочет очутиться внутри какой-то истории и, соответственно, чем эта история ну, больше охватывает его со всех сторон, чем она больше его с разных сторон цепляет, да, не просто как кино, которое, ну, как бы превращает человека в зомби, но просто в силу своей устройства, что он просто следит за происходящим экраном, а цепляет его, задавая ему вопросы, там, ставит под сомнение какие-то вещи, тем больше он получает удовольствие. Вот. Художественный музей здесь, конечно, опять же, мне кажется, чуть больше, там, действительно, параллелей с театром, куда люди какая-то, в какой-то части приходят просто походить в красивом платье, зайти в буфет и на что-то такое красивое посмотреть и не хотят, чтобы мешали жить. Вот. Но я, конечно, все-таки за то, что, ну, а как мы можем по-настоящему, например, объяснить импрессионистов, если импрессионизм настолько вошел вообще в ткань культуры, что, ну, ты смотришь на это и ты ничего не чувствуешь, потому что ты не понимаешь, как люди могли вокруг этого спорить, кричать, ругаться, ну, блин, все же так делают, то есть тут нужно какое-то усилие, чтобы человек получил от вещи удовольствие, да, чтобы он оказался в той точке, когда это только было изобретено, или чтобы он почувствовал, ну, точно так же, как стихотворение, читаешь, ну, стихотворение, стихотворение, начинаешь разбираться по слову его, как бы, смаковать, смотреть, как они друг с другом связаны, и ты получаешь удовольствие, да, и, соответственно, для этого нужна какая-то методология, какие-то специальные ухищрения, это же не изобретение нового, то есть дать просто контекст импрессионистам, это не какое-то, не является изобретением. Ну, что значит дать, на стене написать, что когда-то этого всего не было, повесить рядом салон, ну, как первый шаг, да, но мне кажется, что, окей, мы просто начнем разбираться, ну, хорошо, а как, как они это придумали, то есть, что они делали, ну, конечно, я же, в этом смысле мы тут играем в своем назывании одного и того же одними и теми же словами, я не хочу приклеить этикетку на то, что этого никогда не было, да, но просто чем глубже мы хотим в это разобраться, если мы действительно начинаем там разговаривать, а как, там, я не знаю, с картиной иметь дело до москов спускаемся и понять, какой, пытаемся понять, какой в этом смысл и дать человеку это почувствовать, нам, возможно, захочется, естественно, делать какие-то даже интерактивные вещи, там, ну, собственно, многие это делают сейчас, да, там, сканировать разные слои и при этом как-то там сделать это так, чтобы это не было просто научной диссертацией, вот тут первый слой в инфракрасных лучах мы видим, вот второй, мы как-то хотим соединить, допустим, если мы поставим такой, для человека, вот с тем ощущением, с той творческой методой, которую автор переживал, и мы все время будем придумывать ухищрения, неважно, новые они, или мы их подтибрили, извините, там, соседние какой-то, все, спасибо, у вас будет еще время, оно, собственно, и наступает, у вас есть по 4 минуты, чтобы завершить этот спор, ответить на неотвеченное и подвести некоторые итоги, начнет Саша, 4 минуты, ой-ой-ой, ну, подводя итоги, здесь, наверное, надо сказать, что, в общем-то, приблизительно мы обсуждали одно и то же, и нельзя сказать, что у нас были кардинально разные позиции, потому что речь идет приблизительно об одном, и, конечно, новое, это конечный результат, продукт наших усилий, независимо от того, что используется, проектирование и активное привлечение каких-то новых медиа, новых средств, либо более консервативное конструирование, да, и включение в экспозицию большого количества просто другого типа источников, скажем так, это то, о чем говорю я, то есть привлечение в художественный проект, например, большого какого-то другого совершенно, другого рода материала, да, ну и само называние тем, которые как бы звучат по-новому, скажем так, но мне кажется, что здесь скорее стоит говорить о точности и аккуратности работы куратора, который должен, собственно, его задача – это извлекать смыслы и истории из таких вот футляров, и стряхивать с них хуй, вот, и соединять с современностью, и анализом, ну, в общем, взбалтывать, но не смешивать, и, собственно, изобретать именно инструментарий, но не материю показа, иначе мы как бы можем делать выставки тогда типа романовых, рюриков и так далее, то, что, в общем, трудом можно назвать, наверное, музейными проектами, вот, и, то есть, короче говоря, мне кажется, главным это не совершать насилие, насилие над музейным предметом, насилие над посетителем, как бы очень деликатно и осторожно, приводя его к этому новому, которое в первую очередь должно возникнуть в его голове, а не перед ним, то есть, скорее не визуально, а скорее интеллектуально, это новое, должно проникнуть в его сознание, наверное, как-то так, вот, и иначе мы действительно переходим в область скорее искусства, будь то театр или современное искусство, и это уже, как бы, не музейная, как мне кажется, деятельность, вот, но в целом, мне кажется, что мы с Андреем, в общем-то, приблизительно об одном и том же говорим, спасибо. Спасибо, вы уже сказали минуту, Андрей, четыре-каключительные слова. Да, ну, я уже говорил, что тут действительно есть некая называние, игра в называние одних тех же вещей разными словами, и, собственно, там Саша Сильвак, как раз пример, человек, который вообще двигает, то есть, смотрит на реальную практику, двигает, или музейный отдел точно вперед, и, в общем, ориентир там в каком-то степени, вот, но, значит, я просто, ну, как бы, да, вот важный момент про точность и про то, что новое, тут я, опять же, соглашаюсь, это не результат самовыражения бесконечного куратора, я начинал с того, что вот с этого определения музея как пространства для встречи разных голосов и смыслов и для меня новое, это, в первую очередь, во-первых, открытость этой позиции, которую многие до сих пор не разделяют, а во-вторых, новое, это, ну, попытка артикулировать более ясно и более понятно человеку артикулировать эту, сделать эту интеллектуальную позицию действительно переживанием, да, и музей, мне кажется, он больше должен задействовать тело человеческое, да, он больше должен, ну, как бы, действительно позволять человеку переключаться между точками зрения, имяточка зрения, это не просто утверждение, которое у тебя в голове, да, это, ну, как бы, жизненная картина, какая-то, она во всем, в теле, там, в сознании, в том, как человек дышит, как он говорит, и тут, конечно, мне кажется, независимо от наших желаний, музей, который, кстати, никогда, то есть, очень сложно сказать, что для него естественно, а что неестественно, он все время был, как бы, тащил со всех сфер культуры, просто как более молодая сфера, со всех сфер культуры тащил к себе все, вот, он, я думаю, все равно будет идти к тому, что становиться еще более синтетическим, еще больше, ну, что ли, охватывать человека со всех сторон, и при этом, да, очень важно сохранить вот ту холодность, о которой говорит Саша, да, то есть, когда ты не просто, как в кино, сопереживаешь героя, но, собственно, хорошее кино тоже не только про это, и хочешь, там, застрелить плохого героя, когда ты видишь сверху, видишь, почему этот стал хорошим якобы, а этот плохим, то есть, видишь, как все придумано, и для чего все придумано, и, ну, вот это вот видение, оно неизбежно, как я уже много раз сказал, будет заставлять нас придумывать все новые и новые инструменты, чтобы его все лучше и лучше транслировать, и не просто даже транслировать, а просто, ведь так бывает, так всегда бывает, что ты начинаешь делать какой-то проект про что-то, и вдруг начинаешь понимать, про что ты, собственно, делаешь проект, поэтому у нас часто, например, названия выставок придумываются, придумываются последними, потому что пока не сделаешь, не спроектируешь выставку до конца, так до конца и не понимаешь, про что это. Вот, и только когда уже видишь все эти связи, можешь сказать, о, вот это, вот это. Спасибо. Десколько слов в конце, потому что наш первый раз, наш первый раз закончился. Вообще, мне приятно, что вы все заговорили о посетителе, хотя посетитель может быть и не самый главный центр для меня в этом разговоре. Вот. То, что посетитель важен для вас и важен именно в той позиции, которую, как мне кажется, вы разделяете. Этот посетитель должен как бы пережить все заново, да, или посмотреть на вещи под каким-то другим необычным зрением. И здесь я вспоминаю вот эту знаменитую формулу остранения, когда мы вот этот самый мир привычных вещей в Сашину случае таким образом конструируем, что происходит вот этот вот возможности или желание или необходимость посмотреть это под необычным углом, а в случае Андрей этот самый предметный мир, но распаковывается самыми разными способами, он здесь не ставит себе никаких ограничений. Музей сегодня может усваивать все, что существует в других сферах и вообще-то я очень склонен в отличие от Саши считать, что экспедиционное творчество это творчество очень близкое сегодня к художественному конструирую. ну мы переходим ко второму раунду, в котором у нас выступают Тимур Булгархов, который защищает тезис принципиален сценарий или доминантный моего проектного процесса является сценарий и Анны Щербакова, которая будет защищать важность, ценность и доминантность тематика экспозиционного плана. Давайте, выбирайте Аня, наверное, тоже, как женщина. Я потрясу Орел или Решка? Орел. Решка. А Тимур? Начнет Тимур Булгаков. Я даже хочу себя продолжать. Таймер. Начнет Тимур Булгаков и Тимур, у вас три минуты на то, чтобы рассказать о себе. По-прежнему три вопроса. Самая большая удача, самая большая неудача и как вы дошли до жизни в музее. Значит, ну, во-первых, я, конечно, не куратор, не могу себя с полным, так сказать, основанием назвать куратором, я сценарист. Этой деятельностью я занимаюсь профессионально и сейчас нахожусь в стадии как бы трансформации в, собственно, музейного сценариста как отдельной вот такой вот единицы производящей. Куратор, мне кажется, все-таки шире понятия. Теперь по поводу того, что я вот в музеях, я нахожусь не так давно и задействован на очень больших таких долгоиграющих проектах по два года, по два с половиной, поэтому реально у меня сейчас только один, если не считать мелких высловок, которых я не считаю, реально только один у меня законченный проект, это вот постоянная экспозиция музея истории ГУЛАГа. Соответственно, и главная неудача, и главная удача это все вот в этой экспозиции. Значит, ну, удача этой экспозиции, лично я считаю, то, что удалось в ней, вот если основываться на отзывах людей, посетителей, многие вот говорят такую вещь, очень хорошо, что вы сделали экспозицию, где мы почувствовали истории живых людей, ну, отдельных живых людей, индивидуальности. Я считаю, главная удача, собственно, это и связано с моей позицией сценарной, которую я потом уже в своей речи Нобелевской озвучу. Вот, я даже специально заготовил текст, как бы. Вот, это главная удача. То, что люди, приходя на эту экспозицию, они вот выходя, вспоминают и говорят про людей. То есть, каждый про своего, кому-то кто-то понравился, кто-то не понравился, но вот обратили внимание на историю людей. А неудача, конечно, моя основная, это финал экспозиции, он, на мой взгляд, провален. И, кстати говоря, он тоже, можно так сказать, ну, там, можно разные причины искать, но в том числе основная причина в том, что как раз заряженность на тэповое мышление, да, как бы, строение такой научной экспозиции не позволило мне в конце, я не нашел просто способа, завершить это на такой же высокой драматической ноте, на какой я пытался там человека вести в процессе экспозиции. Просто не срослось. Вот это, я считаю, главная неудача этой экспозиции, это не очень сильный финал. А теперь про мой опыт и бэнкграунд. Значит, я просто перечислю, и потом, да, я уже вижу там, да, поэтому мне 30 секунд. Значит, я начинал, у меня историческое образование, я историк, там, специалист по Древней Руси. Значит, потом я был менеджером по продажам в рекламной полиграфии, потом мне надоело продавать чужие услуги, я начал писать тексты и перешел в рекламную область в первую, ну, текст-райтера, в общем, копирайтер это называется, там, потом мне надоело, ну, так сейчас, грубо скажем, врать, и я решил, что лучше просвещать, поскольку я учал в педагогическом университете, я уже вижу, что закончилось время, я, короче говоря, пошел на телевидение, отработал там тоже 10 лет, и после телевидения, мне надоело уже на телевидении, там я понял, что осужается пространство возможностей, и вот так вот, нет возможности сейчас рассказать, как это произошло, ну, если что, я потом добавлю. У вас еще будет время. Да. Таня, три минуты. Что за бэкграунда, я пришла в музей из, имея филологическое, педагогическое образование, у меня диплом учителя русского языка и литературы, поэтому я смогла, коллеги, да, не смогла, не смогла защитить кандидатскую диссертацию по чеху, влиянию Чехова на современную драматургию, что, собственно говоря, и способствовало тому, что первым музеем, в котором я начала работать, это был музей-заповедник Чехова в Мельхово, это мемориальный музей, усадьба. Так началась моя музейная профессия. Сейчас я работаю во Владивостоке, в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева, с которым я сотрудничала до того, перейти сюда, работать окончательно последние 3-4 года, мне кажется. И если мы говорим про то, что я считаю своим успешным опытом как куратора, то, наверное, это выставочные проекты в рамках большого проекта межмузейного «Коллекционирую Россию». Вообще, если честно, что здесь «Коллекционирую Россию», я считаю, что самая идеальная выставка, которую я вместе с моими коллегами сделали, это была коллекция пермской деревянной скульптуры во Владивостоке «Пермские боги». Юлия Борисовна Тавризяна, большой привет слушатель нашего вебинара сегодня. Самая большая неудача, довольно сложно сказать, потому что я проектировать музейные выставки и экспозиции начала уже довольно много проработав музеем, есть, собственно, неудача проектировщика, чисто такого, ну, музейного проектировщика в экспозиционном выставочном на ее на деле. Я считаю, неудачей то, что было придумано очень много хороших выставок по идее, по задумкам, которые просто-напросто не срослись, пока не получились и лежат в долгом ящике, о чем я очень сильно оскорблю. Вот и все. Спасибо. А не сэкономила на время. Я буду заниматься регулярно. Хорошо. Тогда с тебя и начнем. на финал на 4 минуты на то, чтобы обосновать цели. Разве не 6? А, 6, извините. Ну, у меня будет меньше, потому что я говорю быстрее, и я уже сказала, что я занималась Чеховым, поэтому, как известно, у Антона Павловича Чехова были две сестры, Мария Павловна и Краткость. Я все-таки хотел бы всех призвать не к примирению и братанию, а к четкому отвертению своей казицы. Потому что в реальной практике, конечно, мы все вот эти составляющие работы имеем в виду, принимаем и прорабатываем. Я бы хотел сейчас все-таки услышать, почему это для каждого из вас является доминантой, возле которого группируются все остальные вещи. Поэтому используйте свое время максимально. 6 минут, Аня, тезис. Да, Тимур как раз произнес вот это слово «теповый», которое помешало ему закончить правильно и трагично финал экспозиции, как он хотел. Я бы хотела начать с собственного опыта. И ту позицию, которую я отстаиваю, это позиция такая, что называется, из практики. Я знаю, что здесь такое своеобразное профессиональное лукавство, когда музейщики говорят, что «теп» это самое главное в проектировании музейной выставки или экспозиции. Потому что так нас научили учебники, так написано во всех методичках, прочее, прочее, прочее. Но то же самое... А! У нас в этом месте зависло вот произошло зависание. Мы сейчас потом вырежем это. Сейчас я начну тогда заново, да? Сейчас меня слышат? Я ни при чем. Я не глушу. Да, это, видимо, что-то такое с сетью, гуляет интернет. Такое бывает. Онлайн, к сожалению. Начинаем заново. Не запускать заново, да? Время. Да, ну я быстро скажу. Я хотела сказать что-то про то, что на самом деле когда я говорю про свою позицию по поводу ТЭПа, это позиция такого практикующего в музее человека, который занимается проектированием выставок и экспозиции. Еще я хочу сказать тезис, который я много раз говорила в разных аудиториях по поводу того, что есть такое большое профессиональное лукавство, когда мы говорим про то, что ТЭП это очень важно документ проектирования выставок и экспозиции. На самом деле практика многих музеев показывает, что ТЭП это документ, который кураторы или там ответственность за выставку или экспозицию заполняет после того, как выставка и экспозиции уже закончилась, потому что это отчетный документ, потому что так нас научили учебники и методички всю предшествующую жизнь. Поэтому с одной стороны этот документ очень-очень важный, с другой стороны он настолько неважный, что ты им вообще не пользуешься как рабочим инструментом. И это очень обидно, потому что моя практика показала, что ТЭП это один из самых рабочих инструментов в проектировании и создании музейных выставок и экспозиции. Почему? Потому что он позволяет прежде всего понять весь объем экспонатов и текстов, которые ты хочешь упаковать в большое или не очень большое пространство. Потому что ты понимаешь, как распределяется информация, как распределяются эмоции, или как распределяются предметы, или как распределяются тексты по экспозиции только благодаря ТЭПу. Потому что это инструмент, который тебе позволяет оценить, как все устроено в том или ином пространстве, в котором ты выстраиваешь экспозицию. ты понимаешь, где есть провалы, где есть перебор. Андрей произнес такую фразу про то, что Рималь в предыдущей части, что раскладка по витринам. Да, это тоже важно. Понимать, где у тебя огромное количество экспонатов по витринам в одной витрине, а где нет. Потому что ты все время в этот момент учитываешь, что видит посетитель, что он считывает, не считывает, на какие экспонаты он может обратить внимание или вообще не обратить внимание, потому что их будет перебор. Это важный инструмент работы с дизайнером, с реставратором и с хранителями. Это рабочий инструмент. Если вы представляете, если ТЭП рабочий инструмент становится рабочим инструментом в тот момент, когда вы используете уже готовую форму, которая описана во всех учебниках под себя, когда вы добавляете или убавляете какие-то столбцы и строки, мы каждый раз под новую выставку или экспозицию придумываем свою форму ТЭПа, что для нас важно. В одном случае это будет огромное количество колонок, которые отведены разным типом текста, в другом случае это очень подробное описание экспонатов. мы этот документ гоняем бесконечно между отделами, сотрудниками, внутри команды, проверяя и перепроверяя и в конце концов получается документ, который называется ТЭП 248 финал, с которым мы уже выходим на монтаж, где мы понимаем, где что находится, где какой текст, причем текст мы тоже уже выверены корректором, как если перевод на английский язык мы тоже вставляем в этот документ, потому что вот с этой бумагой мы уже выходим на монтаж, мы точно понимаем. И я ничего не имею против таких документов, как сценарий или сценарная концепция, в которой будут прописаны идеи, смысл и сценарий прохода у посетителя, но я хочу сказать, что это та информация, которую я как куратор могу, если честно, держать в голове. Вообще, когда я пишу концепцию, она занимает ровно полторы-две страницы. Вот ТЭП с огромным количеством предметов я не могу держать в голове. Предметов, текстов, информации, информации, которая идет у нас всегда в последней колонке, показания к экспонированию, где что, как, зачем, здесь можно, здесь нельзя, это я не могу держать в голове. Поэтому я считаю, что ТЭП это один из самых важных, ключевых, и еще раз подчеркнул эту фразу, рабочих инструментов в проектировании музейной экспозиции. Спасибо. Почти минуту сэкономил. Аня, может быть, Тимур. Тимур, четыре минуты. Пошел, да? Речь. Работаем. О, шесть минут. Я честно скажу, чтобы я прям написал текст, я его, ну, чтобы точно уложиться и все сказать, что я хотел, и я его озвучу. Вот, а потом уже отвечу как-то более живо на вопросы. Значит, современные музеи, они сформировались как особые институции, вот, на мой взгляд, в русле идеи эпохи сначала возрождения, потом просвещения их подкратила. И в 19 веке вот кульминацией этого процесса стала научно-техническая революция в Европе. Вера в то, что там человеческий разум и прогресс во многом могут заменить веру в божественный замысел, да, вот, и помогут построить какое-то светлое будущее, вот, она вот торжествовала в 19 веке, и вот на эти на волне научных и технических успехов люди решили, что вот они могут построить на земле такой условный рай на принципах рациональности. Значит, если вернуться к гуманизму, то вот гуманизм ставил на пьедестал как бы не живого человека все-таки, а такого идеального, скажем так, ветровианского. И потом уже просвещение искал рецепт создания такого человека, да, социальные утопии 19 века, они придумывали способы производства вот таких вот людей идеальных в промышленных масштабах, что называется, общественных. А развязкой всей этой вот линии и философского, и социально-технического развития стали гуманитарные катастрофы 20 века. И они гуманитарные катастрофы не столько потому, что там много народу по Литвое, в общем, пострадало, потому что, грубо говоря, в эпоху переселения народов тоже было не сладко, и, в общем, ничего такого нового в плане человеческой природы мы, если честно, не увидели в 20 веке. Но гуманитарные катастрофы, вот это, суть этой катастрофы, на мой взгляд, это крах веры в то, что человеческий разум способен сам по себе, что человек сам по себе благое существо, и способен человеческий разум вывести нас в эру, в эпоху всеобщего счастья. И вот в этой новой, скажем так, обстановке, условно, с середины 20 века, начала меняться, на мой взгляд, парадигма восприятия реальности. Если вот возьмем европейца средних веков, да, он жил в апокалиптическом таком мироощущении, стоял, можно сказать, там напрямую перед Богом и ждал конца времен. Европеец с нового времени, он там не ждал от него поблажек и подачек, он верил, что сам он активно преобразует действительность и изменит реальность. И вот люди обеих этих эпох, несмотря на то, что были радикально противоположные подходы, они мыслили глобальными категориями космическими, да, и глобальными процессами. А люди новейшего времени, то есть вот мы с вами и наши современники, они глобально оказались мы в ситуации, с одной стороны, отсутствия такой вот пламенной искренней религиозности, надо честно признаться, да, что вот она не становится там для большинства людей, живущих ныне в европейских странах, она не становится как бы такой смыслообразующей. А с другой стороны, у нас кончились, и сейчас на данный момент у нас нет убедительного какого-нибудь светского глобального проекта. Были коммунистические эксперименты, на Западе была концепция общества всеобщего благосостояния, который тоже сейчас исходит на нет. Вот. И, соответственно, мы сейчас находимся в определенном таком ну, ситуации, точка, не знаю, бифуркации, кризиса такого условного. Это не конечная остановка в нашем развитии. Это не навсегда, я уверен, и все еще может радикальным образом измениться, но сегодня ситуация, она такая, какая есть. самый главный глобальный запрос отдельного человека сейчас, это запрос на обретение какого-то вот в этой ситуации индивидуального жизненного смысла. И поэтому фокус внимания большинства людей, он направлен сейчас как бы не на большие процессы, не на основы мироздания, а на чужой индивидуальный опыт, на опыт проживания жизни. неважно это удачный опыт или неудачный, важно просто видеть, как и что делает другой человек. Вот отсюда вот эти взлеты социальных сетей, телевизионных реалити-шоу и так далее. Мы просто хотим, испытывая внутренний кризис, каким-то образом мы хватаемся инстинктивно за чужой опыт. И вот в этой неспокойной, можно так сказать, нездоровой обстановке музей все еще продолжает жить в том же дискурсе, в тех же парадигмах, которые когда-то их породили. На закате средних веков на зарез эпохи Возрождения, там от первых кабинетов диковин во дворцах эпохи Возрождения до современных исчерпывающих подробных коллекций моллюсков, все музеи работали и работают на одну такую, на мой взгляд, главную цель. Фиксация и познание устроения в целом или отдельных его аспектов. Но на мой взгляд, сегодня у людей из-за социальных кризис в целом. Им нужен что? Что их больше всего волнует? Им нужен какой-то индивидуальный смысл, они должны его хотя бы испытать иллюзию этого смысла, а на худой конец хотя бы временное облегчение от того, что ты в этом мире со своими проблемами не одинок. Это я так глобально обрисовал ситуацию в обществе. И поэтому музеи, на мой взгляд, должны просто сменить оптику, изменить матрицу мышления. И я считаю, ТЭП, собственно говоря, именно такой матрицей. ТЭП это такой научный хороший инструмент, он препарирует, форматирует объекты с позиции с точки зрения ученого, исследователя, учителя, просветителя, с точки зрения того, кто ищет фундаментальные закономерности. И я уверен, что сегодня в музее должна применяться новая матрица, матрица драматурга. То есть матрица драматурга это, собственно, сценарий. Сценарий это индивидуальный, что такое вообще сценарий? Это индивидуальная траектория яркого героя. Яркость героя обусловлена тем, что он имеет мотив и он постоянно делает выбор. В общем-то, выбор это и есть тот нервный узел, в котором сосредоточено, все сосредоточено. Если все бессмысленно, то зачем делать выбор? А если я делаю выбор, то, значит, уже с самим фактом выбора я утверждаю, что все не бессмысленно. И вот это и есть главная заслуга сценария, вернее, главная ценность для воспринимающего сценарий. Соответственно, сценарная матрица это как раз та матрица, которая наилучшим образом просто соответствует к текущему запросу человечества. Не отменяет ценности и ТЭПа и не отменяет ценности научного подхода. Но ТЭП, грубо говоря, это матрица, которая обеспечивает структурный анализ реальности, скажем так, научности восприятия. А сценарий это эмоциональный синтез, порождающий, ну, придающий жизни осмысленность. И заканчиваю, я так вот скажу, грубо говоря, если ТЭП обеспечивает создание на выходе научной или научно-популярной монографии или статьи в развернутой в пространстве и времени, то сценарий экспозиции он обеспечивает точно такое же развертывание в пространстве истории, индивидуальной истории. Чем бы она там не будет, эта история моллюска или художника или кого-то еще. И, да, я говорю не о том, что у нас есть два инструмента и один должен как бы быть второстепенным, а другой на месте. А я говорю о том, что в принципе надо заменить подход на сценарий и сценарий как структура, образующая инструмент. Там еще было пару абзацев, но я уже вышел. Да, действительно. Так. Спасибо, Тимур. Практически все вложились. Во время, правда, выбрали разные стратегии доказательства. Аня напирала на музейную практику. Хочется уйти немножко от совсем практического и посмотреть на этот самый ТЭП более сущностный. Вообще, ТЭП там давняя придумка и музей существует. с ТЭПом уже довольно долгое время, советское время. ТЭПы утверждались идеологическими комиссиями, инструментом такой, идеологической пропагандой и так далее. Сегодня этот смысл растворился и Аня совершенно справедливо говорит о том, что ТЭП потерял вот это самое значение. Иногда к нему относятся абсолютно формально. Никто на него не обращает внимания. И в то же время Аня утверждает, что ТЭП это важный документ. Какое место, если подчетче обретить, какое место в экспозиционном творчестве занимает ТЭП? Является ли он началом творческой работы, каким-то смысловым этапом или его итогом? И как бы ты ни ответил на это, я хочу понять, каким в идеале должен быть для того, чтобы быть связан именно с творческой работой проектирования. Ну, по-моему, это, конечно, да, я понимаю вопрос. Я считаю, что это, безусловно, не начало и даже не середина, это, безусловно, итог. То есть я, опять же, сужу собственного опыта. Для меня как бы проектирование рождается все-таки из идеи. Да, я придумываю идею, я начинаю как бы придумывать, как ее реализовать, через какие приемы это будет, ну, это то, что коллеги обсуждали в первой части, будут ли это какие-то новые приемы, которые я заимствую из других и от не заимствую, адаптирую из других там видов искусства и науки. Ну, в общем, короче, придумывается некоторая штуковина, под которую потом тщательно подбираются предметы и начинается кропотливая чисто музейная работа. Безусловно, ТЭП это где-то, если мы говорим про вот эту логику, которую вы сейчас назвали, начало, середина и итог, то, наверное, с середины до итога это то, как бы, когда мы работаем над ТЭПом, потому что в этот процесс в нашем случае включено огромное количество людей. Это хранители, это реставраторы, это дизайнеры, это хозяйственные службы и так далее и тому подобное, да, и это инструмент, который мне, как куратору, позволяет, еще раз говорю, отследить, какие экспонаты точно встанут в выставку, готовы ли, описаны они, какие этикетки я могу к ним дать, какой текст сопроводителя я могу к ним дать, который будет работать на ту идею, которую я придумала. Еще раз, я не очень понял, Тань. Значит, ты говоришь, что это где-то все посередине. Это четкие документ, который формализует некую... Я считаю, понимаете, вот когда вы говорите про отчетный документ, это вот ровно то, что сложилось в нормальной музеологии, да, то есть как бы мы должны сдать этот документ. Я говорю про то, что этот документ не просто какая-то бумажка, которую мы должны там положить и сказать там начальству, вот мы все сделали. это то, над чем мы как бы работаем постоянно. То есть если я придумала идею, этот документ позволяет мне ее частично, простите за выражение, несмотря на то, что это довольно схематичная штуковина, да, как вы помните, такие таблички, да, бесконечно на огромном количестве страниц. То, что мне позволяет визуализировать и осознать через набор предметов, текстов, действий, мультимедиа того и сего пятого, десятого, как моя идея реально воплощается через вот эти вот все составляющие выставки. Ну тогда это получается финал работы, после этого уже просто начинает работа дизайна, который совсем не обязательно существует в команде музеев. Да, ну, как бы в нашем случае... Некий финал музейный, чисто музейный работ. Чисто музейный работ. Мы отдаем это в производстве. Правильно я понимаю? Да, потому что на самом деле, например, для дизайнера безусловно важным является не только как бы вот эта вот идея, с которой ты к нему приходишь и говоришь, я хочу, чтобы было вот так вот и про вот это вот, а, например, очень важным является размер экспоната. То, с чем он начинает работать, когда он делает монтажный лист. Размер, количество, цвет и всякие. это все то, что ты... Я правильно, тогда финал. Финал музейный или внутри музейной работы, которая... Я бы с ним проектной работой, твоей твой как куратор. В каком соотношении относится пол-полминуты со сценарием, если вы вообще принимаете такое понятие? Ну, соотносятся... Нет, у нас есть понятие концепции. Мы пишем концепцию и утверждаем ее, и еще раз скажу, что, как правило, это не очень большой текст на полторы, там, две страницы, в котором описывается основная идея. Для вас... Минуту. Я задаю вопрос про сценарий. Сценарий у вас нет, как какового в работе. Вы работаете с концепцией, и финалом внутренней музейной работы является тематика экспозиции. Далее, которым, конечно, как бы часть вот того, что говорит Тимур про переживания и там личный сценарий, там, впечатления и всего остального мы можем прописать в ТЭПе. Как отдельная колонка, что происходит, на что обращаем внимание, какие ключевые экспонаты и все остальное. Мы можем это совершенно спокойно упаковать в эту схему, если нам это нужно. Имейте это в виду, у вас будет заключительное слово Тимур. что-то я сомневаюсь, что тут можно скрестить ТЭП таким образом с тематикой экспозиции. Мой вопрос к Тимуру. Правильно я понимаю, что, утверждая важность сценария, вы, в общем, говорите о том, что в музее должна появиться новая профессия, сценарист. И она обязательно. И мой вопрос, значит, действительно ли она должна появиться, какие решения могут быть у музеев, если такового не существует? Ну, наверное, приглашен такой специалист. Здесь простора для фантазии не очень много. А самое главное, какими качествами должен обладать человек, который будет называться музейным сценаристом? четыре минуты. Значит, профессия не новая, профессия сценарист. С небольшой спецификой. Действительно, должна появиться такая, скажем, не профессия, а штатная единица или, скажем, такая позиция в команде проектов приглашенная. Это по своим профессиональным навыкам просто сценарист. Но что такое вообще хороший сценарист, если мы вернемся к кино, это человек, который видит кино. То есть он знает, как то, что он пишет, будет произведено. Причем это вот называется хороший сценарист. Он точно знает, как это будет сниматься. Он точно знает, что если он здесь напишет, знаете, как лишнюю запятую, из-за этой лишней запятой пострадает много людей. Или там бюджет проекта увеличится на миллион. И он понимает, почему. Потому что он знает основу кинопроизводства. Поэтому единственная специфика сценариста хорошего в музейном деле, это будет то, что он знает вот все те вещи, как витрины, как они встраиваются. Вот те вещи, которые, например, я не знал, и которым я просто на ходу учился, когда меня там материли и ругали, когда я вот участвовал в производстве вот этой экспозиции большой, да, там, что можно какую-то ерунду сказать, да, там витрина не влезает туда просто. Поэтому должность должна быть, специфика его должна заключаться в том, что он понимает, как это производится, вот. Ну и вот, собственно, еще на этот вопрос. Это новая история. Могу дальше, если у меня есть время, сказать, собственно, почему вот, что там, в чем разница ТЭПа, да, и, на мой взгляд, и по сценарии, почему их противопоставляют. Потому что, на самом деле, я считаю, что и ТЭП, не как документ финальный, а как подход и сценарий, это два разных подхода к организации того массива сложного информации, который у тебя есть. Можно взять, для примера, кстати говоря, это уже внутренний киношный пример, для примера историю, ну, там есть такой категории фильмов, это байопики, да, там, биографические фильмы, и фильмы, основанные, допустим, на реальных событиях, поиск реального маньяка, там, ну, что угодно. И вот, очень часто эти фильмы проваливаются, или не очень интересны, потому что, ну, люди, которые их производят, они как раз скованы вот этими самыми рамками, которыми скованы и музейщики, как бы, настоящие. Они пытаются, структурно, не знаю, представьте, там, художник, например, там, Пикассо, или кто там, розовый, зеленый, квадратный период, пятнистый период, и вот можно все это классифицировать, четко передать, и четко датировать. И получается, как бы, такой хороший, научный, да, и, соответственно, ты так организуешь информацию, которую ты увидишь. А если это история про человека, который, не знаю, там, маму потерял в детстве, и он в каждой женщине ищет свою маму, то тогда у тебя те же самые картины с розовым и зеленым периодом, они совсем по-другому будут именно организовываться в пространстве, и тогда, вот, ты организуешь это, исходя из той истории, которую ты сказал. Собственно, история, это тоже структурный документ. У истории есть структура, но это другая структура, она отличается от структуры, нарисованные ученым или искусствоведом. И вот, когда у тебя этот сценарий написан, ты видишь эту структуру, я сейчас говорю не абстрактные вещи, а ты сейчас скажу на конкретном примере. И тогда, тогда у тебя, собственно, получается тематика, у тебя там не тема, что там зеленый период, красный и пятнистый, а тема, это вот те самые моменты сценария, мама, папа, девушка, условно сейчас я, англандык, которые образуют историю. И тогда уже с этим, как бы, с этой матрицей ты ее наполняешь точно так же, как ТЭП. И, соответственно, просто генерит ТЭП не с точки зрения научного восприятия темы, а с точки зрения вот этого человеческого стержневого. Мало того, надо сказать, что я тут еще приглашу, я сегодня заметил, на уступение, которое будет на следующий, там, 24-го числа, и там авторский подход и отстраненная объективность. Мало того, чтобы делать, как я хочу, конечно, нужен авторский подход, потому что ты не предъявляешь, как бы, весь массив объективно и так, чтобы вот сиди, разбирайся, а ты, конечно, создаешь некий опыт. Вы там оставите себе еще 4 минуты для заключительной речи, потому что это просто хотел поинтересоваться. Вот я хочу быть сценаристом, чем, каким опытом, какими... сценарист. Просто сценарист. Такой же сценарист. Просто единственное, знаете, как, вот, например, сценаристы телевизионные и кино, и киносценаристы. Это разные люди, потому что там разная специфика производства. Ну, вот, вернее, они, конечно, не разные люди. Главное по отношению к киносценаристу, сценаристу кино или сценаристу телевидения? Что-что? Музейный сценарист, он ближе к киносценаристу или сценаристу телевидения? Это отдельная история, просто говорю, что специфика сценариста является только производственная сфера. Есть театральный, вот драматург, это фактически тоже сценарист, только тот, который производит продукт, который вот... То есть сценарист должен знать, как эта штука будет взаимодействовать со зрителем. А она взаимодействует по-разному. Документальное кино смотрится по-другому, производится по-другому. Художественное кино производится своим способом, театр делается по-своему и воспринимается по-своему. Музей просто свой производственный процесс, который мы сейчас уже обсуждали. Понял, спасибо. Мы переходим к вопросу друг к другу, поэтому Аня сейчас не получает возможность первой задать вопрос Тимуру, а у Тимура 4 минуты на ответ. Аня? У меня очень простой вопрос. Я выступлю там совершенно как консерватора музея. Все-таки музей – это предмет. И я понимаю, в чем специфика, ну, могу догадываться, в чем специфика, например, сценариста киношного, театрального, телевизионного и так далее. Это все-таки некоторое конструирование точки зрения, да, некоторого, там, захода, некоторого, ну, не знаю, это некоторое такое прогнозирование того, что человек будет испытывать. В случае с музеем, оставляют ли сценарий вообще какую-то возможность диалога и взаимодействия между посетителем и экспонатом? Ну, такого, один на один, а не запрограммированного кем-либо. Последнее слово. До конца не слышу, но я понял вопрос, могу отвечать. Да. Уже отвечаю, да? Отвечаю? На самом деле мы еще один сорт сценаристов не упомянули. Есть такой, кстати говоря, насколько я понимаю, насколько мне кажется, наиболее перспективный, в общем, важный сейчас будет сорт сценаристов. Это игровые сценаристы, сценаристы, которые создают сценарии игр. В свое время я смотрел такое вот философское, в общем, интервью, мне очень понравилась там история. Он, правда, про кино рассказывал. Он говорил, что кино, когда появилось, да, там, на заре своего, там, конец 19 века, начало 20-го, это был аттракцион, и это было просто такое вот, ну, развлечение. И вдруг это постепенно стало искусство. Потом люди стали себя, ну, как бы, стало искусство. Точно так же и игры, например, да? Они вот были такими развлекалками, сейчас многие остаются, но постепенно туда приходят серьезные сценаристы. И сейчас ты находишься в виртуальном мире, начинаешь там жить, они по ним уже там серьезные голливудские сценаристы выстраивают твое там поведение. Но отличается это от фильма только просто тем, что ты, например, выбираешь время нахождения там, ты выбираешь, куда ты идешь, фактически сценарий проживания там такой закладывается. И я почему вспомнил про игры, потому что, ну, так музейное пространство, это как раз в смысле того, что это живое пространство, а не виртуальное, оно на порядок круче, чем игровое и обладает большими возможностями. И там предметы, ну, собственно, мне кажется все-таки, что музей – это не предмет, а пространство прежде всего, предметное, реальное пространство, в котором, ну, грубо говоря, в статье ты пишешь, да, например, да, какой-то выкладку и делаешь график. И вот этот график у тебя сбоку там висит. А ты в музее можешь построить этот график там в трехметровом масштабе, и человек просто войдет и увидит, что вот там в 20-м году было вот столько, а в 31-м году стало там аж 10 метров, он не заберется туда. И он это просто переживает как телесное ощущение. Вот. Поэтому вот это для меня эссенция музея, что это просто коммуникация вот в такой обстановке. Соответственно, и в плане сценарном. Ты приходишь, и, конечно, у тебя не предмет там находится, а ракурс взгляда на предмет. Не просто предмет ты представляешь максимально выгодным, а он должен сработать там в нужном месте в нужное время, сработать по сценарным законам. Ну, в драматургии там это целые учебники пишут, вот есть, я могу порекомендовать учебники, следуя которым есть хорошие учебники, которые просто позволяют производственно делать это все дело. А все остальное работает. Ну, вот представьте, что есть, кстати говоря, вот в играх тоже такая интересная подробность сейчас стала. Сейчас многие игры настолько стали сложными мирами, проработанными. Например, я люблю поиграть в группу наемных убийц в эпохе Александра Македонского, эллинистический Египет. Так они увидели, что у них такая структура, там у них восстановлен весь город, да, виртуальная. Они вот там можно, там есть режим экскурсии виртуальной по этому городу. Тебя ведут, рассказывают и так далее, и так далее. Но при этом ты не просто как бы ходишь, а у тебя там есть термотургическая подоплека. То же самое в музее. В общем, смысл в том, что главное, что нужно человеку от любого вида, от соцсети, от музея, от ресторана, от общения с другими людьми. Сейчас нам нужно, прежде всего, конечно, какое-то укрепление, что называется, духа в наше непростое, неспокойное время. Вот чем мы должны заниматься. Спасибо. Точно в 4 минуты просто идеально. Вопрос, Тимур, а не... Вопрос такой. Вот если я скажу, что с помощью сценария я создам, ну, как бы, я задам колонки, и у меня будет, в принципе, такой же документ, только там будут, ну, не темы, эпоха бронзы, эпоха камня, эпоха, там, литья. А тема будет звучать так, там, так, ну, я не знаю, там, допустим, условно говоря, соответствующее начало, завязка, развитие, кульминация, развязка. Сейчас я, чтобы не конкретизировать. Готовы ли вы перейти на такой способ организации пространства? И что мешает? Что такое есть в ТЭПе, в организации вот этим тематическим способом? Что не позволяет от него, ну, как бы, перейти на новый подход? Тимур, я даже вам больше скажу. Именно так и выглядит средство наших ТЭПов, когда мы пишем не просто тему. Я еще раз говорю, что для меня тематика «Экспозиционный план» — это форма работы с экспонатами со средой, в которой должно быть упаковано огромное количество всего. Например, в моем ТЭПе может не быть темы, но будет название раздела, который звучит, не может иногда нетривиально звучать. И точно так же будет развитие идеи. Там будет написан вводный текст в раздел или вводный текст ко всей выставке. Я считаю, что можно не писать подробный сценарий. Я считаю, что подробный сценарий совершенно спокойно можно перевести в тематика «Экспозиционный план», в котором просто сценарий прохода посетителя будет еще одной колонкой. Это просто будет по-другому организованное и написанное. Понимаете, мы находимся в плену терминов. Тематика «Экспозиционный план» подразумевает, что там есть тема и набор экспонатов. Я говорю про то, что сегодняшний ТЭП может видоизменяться и играть гораздо большую роль, чем мы себе представляли, находясь в плену и заложниками таких музееведческих представлений и терминов. Вот. Я закончила, Леонид Юрьевич. Ну, как можно, Аня, все-таки в ТЭПе сказать вот те способы, каким образом мы удерживаем зрителя в напряженном состоянии, в аэкспозициональном и интеллектуальном? Да, я понимаю. У меня это называется, иногда колонка такая, которая называется «Рекомендация дизайнера». Да, я ему пишу, что вот в этом месте мне нужно, чтобы было вот так вот, а в этом месте вот было бы вот так вот. Ну, я сейчас не могу конкретный пример сходу привести, но, в принципе, мы прописываем некоторые вещи, и, например, там, высыпку, про которую я сегодня вспоминала, про пермских богов, где не было это отражено в ТЭПе, но это было проговорено изначально, да, и самое главное было как бы, ну, просто понять, как мы упаковываем, ну, как бы, этикетки и текст. На весь эмоциональный экспириенс, который мы хотели заложить в этой выставке, был придуман еще параллельно с идеей и с дизайном, который у нас придумывается зачастую, ну, просто совместно. Спасибо. Настает время финальных речей. Аня заканчивал отвечать на вопрос. Первое слово, Тимур. Четыре минуты. Подвести итоги, произнести самое важное. Значит, я вот что первое отметил в этом ответе, что мы, видимо, неправильно друг друга понимаем. И слово, как бы, категорийно не очень. Сценарий – это не сценарий прохода посетителя по экспозиции, а сценарий – это особая организация текста. Потому что смысл в том, что все-таки любая выставка, кино, что угодно – это коммуникация с зрителем и с посетителем, и сообщение ему чего-то, передача некой информации, тем или иным способом. Музей – специфический способ передачи, но он такой же способ передачи, как и Иран. И, допустим, мы передаем какую-то научную информацию. Вот рассказываем наше знание и передаем ему в виде экспозиции. У нас есть разный способ. Ну, то есть, это форма, а содержание может быть разным. Это может быть, опять же говорю, содержание в виде научной статьи, когда мы проанализировали творчество Чехова и рассказали периодизация, влияние, кто на него влиял, на кого он влиял, тексты, аллюзии. И вот дали это человеку. Человек это прочитал. Другой способ рассказать про Чехова и про его творчество – это рассказать о его жизни, борьба, что называется. Рассказать такую удивительную историю, в которой начало, может быть, в конце, конец, начале и так далее. Рассказать по законам не… Я вот, например, тоже в аспирантории учился, и там у нас учили писать… Есть правила написания научных текстов. Как делают это ученые. Там определенные совершенно правила и приемы. У сценария – это другой, это специфический текст, не научный. Другой текст. Он другом организует информацию. Вот о чем я говорил. Дальше. Вот я уже вижу там вопрос, я, собственно, здесь же на него и отвечу. Как можно ли посмотреть там ТЭП или как выглядит сценарий. На самом деле, сценарий будет выглядеть так, как синопсис любого фильма. Это просто рассказанная история. Это текст, который ты читаешь, и на третьей строчке уже должен думать, что же там будет дальше. Ты вот это все прочитываешь от начала до конца, у тебя получился сценарий. Теперь твоя задача, вот, допустим, задача режиссера была бы этот сценарий превратить в фильм. Задача театрального режиссера превратить в спектакль. Задача музейного – куратора. Это может быть один просто куратор. Уже там сценарист уже может отойти в сторону. Он берет этот текст, эту историю, и рассказывает ее средствами экспонирования, музейными средствами. Вот, собственно, поэтому дальше он может превратить этот сценарий в ТЭП, но уже вот в рабочий документ для производственной команды и так далее. Но сами эти колонки, сама структура эта будет задана не там... Кстати говоря, когда есть маленькая концепция о чем-то, какой-то выставке, за ней все равно стоит какая-то большая там литература, научная литература, твоя или чужая, но она стоит. И так или иначе пользуется. А тут будет стоять вот сценарная такая вот история. Вот, и дальше он, пожалуйста, уже... Мало того, ведь смотрите, как получается. Может так технически получиться, что у тебя в одном и том же зале состоится три структурных момента твоей истории. Ты можешь туда вернуться потом. То есть вот... Это именно смысл матрицы, потому что мы говорим об одном и том же, работаем с одним и тем же, но вопрос, как мы это организуем. Сейчас вот, если у меня есть время, в двух словах есть вот выставка, мы сейчас пытаемся делать, про большой... Уникальная ситуация, что у нас остался лагерь, хорошо сохранившийся, куда можно легко относительно добраться. И у нас осталось огромное количество хорошей, талантливой литературы мемуарной и художественной, созданной людьми в этом лагере. И вот твоя задача. Вот у тебя есть лагерь, вот есть люди. И тебе нужно рассказать. Ну, можно рассказать, допустим, разбить на темы там, что вот и какие темы. Периодизация, да, там, история этого лагеря. Тема, тема там, экономика, люди, кто сидел, за что и так далее. Ну, как-то вот научно это описать. Как это, собственно, и описано. Или, допустим, пойти путем спорадических воспоминаний. Я беру книжку, вот такой толстый том, и человек пишет все, что он помнит про этот лагерь, он выдает вот в такой том. Ты читаешь, и ты чувствуешь, что это какое-то неигероятное что-то. Ну, как это рассказать? И он сам просто взял на гора и выдал весь уголь, какой есть. Это надо обогатить. И тогда ты просто берешь, пытаешься найти там историю, линию. История – это очень простая вещь. Есть человек, герой, у него есть цель. Цель обусловлена его мотивами, реалистичными. И он к этой цели идет по определенным законам драматургии. И делает выбор постоянно. Вот, что я должен заставить человека проследить на своей высоте. А материал будет тот же. И тогда он его просто по-другому усвоит. Спасибо. Аня, заключительная речь. Да, у меня, вы знаете, я поддерживаю в этом смысле Тимура, что мы оказались сейчас в ситуации, может быть, очень правильно, что мы начали, организовали все эти дебаты и разговоры, потому что у нас вообще отсутствует понятийный нормальный аппарат, который бы объяснял нам, на каком языке мы говорим про собственную профессиональную деятельность. Потому что мы называем огромное количество всего одними и теми же словами, или, например, совершенно противоположные вещи одним и тем же словом. И я согласна с тем, что, безусловно, музей должен рассказывать историю, он не может просто показывать вещи. Но, с другой стороны, например, я совершенно точно знаю, что, не знаю историю музейного дела, на смену в свое время вот этой вот такой советской музееведческой школе, где было все расписано, эти ТП, РТС и прочие документы, которые, ну, как бы и испортили, в общем, иногда, мне кажется, наше представление проектирования. Пришло такое безудержное проектирование, когда сценарий был хорошим текстом, но не имел никакого отношения к самому музею. Это был такой прекрасный текст, который можно читать, даже были такие книжки, два или три сборника вышли музейные сценарии. И я в этот момент вспоминаю цитаты, которые очень часто вспоминаю, Николая Алексеевича Никишина, которую он написал в 80-е, по-моему, годы в одной из своих статей, что как на вот этой волне увлечения всем подряд театральными, мультимедийными, другими следствами, что понять, что перед тобой музейная экспозиция или нет, можно довольно просто. Если ты вынул все эти внешние штуковины под названием текст, мультимедиа, театральность и так далее, и у тебя все равно остается нормальное высказывание, которое формируется музейными предметами, перед тобой музейная экспозиция. Если все это рассыпается, тогда это не проект. Тогда это может быть где угодно. Я просто... Моя защитная заключительная речь заключается в том, что можно называть как угодно. Просто я считаю, там, сценарии, сценарии в виде тематики экспозиционного плана, тематика экспозиционного плана в виде сценария. Я просто за то, чтобы был некоторый документ, который закрепляет наше высказывание, которое мы рождаем на уровне сценария или концепции, на уровне предметов. Точка. Спасибо. Не поспоришь. Не поспоришь. Спасибо. Юрий Юрьевич, вы сейчас будете говорить заключительную речь, а я запущу опрос еще раз. Да. Моя заключительная речь заключается в том, что, извините за повторение, заключается в том, что второй разговор, мне показался, был более контрастным. Он действительно ставит какие-то серьезные проблемы. Два документа, которые сегодня ходят, используются, с ними работают. Было бы очень важно увидеть смысл и ценность каждого из них. Ну и, повторяю, определить собственную стратегию. С чего я начинаю? На что я ориентируюсь в своей работе? На сценарий, создавая при этом в какой-то момент хорошо сделанную тематика экспозиционный план или на тематику экспозиционный план сопровождая ее в какой-то момент сценарий. А можем мы уже посмотреть на результаты голосования? Да, я могу сказать, что лидирует, конструируем известно и ТЭП. И ТЭП. Ну, наши слушатели во многом музейно ориентированы. Между тем, лично я, если бы мне дали возможность, проголосовал бы ровно противоположным способом. Я сторонник того, что мы начинаем проектировать вот это изощущение хаоса. И я с очень большим вниманием смотрю на музейный сценарий, потому что они, как сегодня говорят, топят за посетителя. Спасибо, Аня. Спасибо, Тимур. Спасибо, Андрей. Спасибо, Александра. На этом наши элитаты закончены.